Беларусь Беларусы единственные на весь Советский Союз заявили, мы справимся своими силами. Хотя пострадавшей территорией оказалась именно Беларусь, и я потом объясню почему. Но начнем мы не с этого. Начнем мы с того, что, как бы я хочу перекинуться сразу на 10 лет вперед, в 1996 год, когда в Гомеле по поводу десятилетия Чернобыльской катастрофы решили собрать, ну, такую, как это сейчас, сейчас называют тусовками. Тогда это называли что-то вроде там фестиваля, или я не помню уже, честно говоря, но, по крайней мере, все журналисты, которые работали в Чернобыльской зоне, везли туда свою работу, и мы решили через 10 лет проехаться еще раз по Чернобыльской зоне и посмотреть, как вообще все вот это вот живет, как это все существует. Первое, что нас поразило, это животные, свободно ходящие по дороге, которые не боятся людей, то есть, когда людей оттуда выселили, появилось некоторое поколение тех животных, которые не видели человека просто. И они не знают, что человек может быть опасен, что человек может быть охотником. Это какое-то буйство зелени, то есть, туда никто не вмешивался. Есть так называемые, даже в заповедниках, в той же Беловежской пуще, в Белоруссии, так называемые зона покоя. Так вот, Чернобыльская зона, это одна сама по себе гигантская зона покоя. И если пытались что-то отмыть, там, очистить дороги хотя бы, вот ты стоишь с радиометром на дороге, это уже 10 лет прошло после Чернобыльской аварии. Где-нибудь на дороге, там, под Брагиным, городок такой есть, я потом объясню, что такой белорусский, в кавычках, золотой треугольник. И на дороге, в принципе, никакого фона нет. И ты отходишь, вот, буквально 2 метра от дороги в лес, и радиометр начинает пищать с такой невероятной силой, показывая фон, что ты понимаешь, что лучше вернуться на дорогу. Потому что... Я вас, извините, прерву, Ярослав. Существует в ведической традиции питания, существует такая штука. Там не рекомендуется есть определенная... Мягко говоря, не рекомендуется. И вот, что самое интересное, то, что, ну, многие, конечно, не согласятся с этим, там не рекомендуется есть грибы. Вот наши любимые грибы, которые я собирал в наших лесах, естественно, белорусских. Я в детстве тоже обожал, но это очень тяжелая пища, конечно. Да, но дело не в этом, дело не в этом. Вы знаете, почему не рекомендуется? Потому что лес, лес собирает в себя, это, так сказать, мусорщик. И там вот и энергия негативная, и все вот то, что там где-то, вот вы сейчас говорите о радиации. Именно в связи с этим, именно в связи с этим, что лес это все вбирает в себя. Поэтому, когда мы едим грибы, мы едим, ну, такую считается очень загрязненную пищу, конечно, которую дозиметрами трудно проверить, если там не было, конечно, радиации или какими-то другими вещами. Возвращаюсь к вам. Да, но грибы, на самом деле, действительно, вы абсолютно правы, Михаил, потому что грибы – это один из продуктов, которые идеально набирают радиацию. Поэтому грибы в Чернобыльской зоне просто есть запрещено, всегда было. Ну, как-то есть другая сторона медали, о которой я чуть позже скажу, по поводу того, что Чернобыльская зона стала не только, ну, скажем так, смертельным номером для тех, кто проживает в ней, но и кормилицей для тех, кто в ней никогда не жил. Это еще один отдельный вопрос, который требует своего освоения, своего понимания. Ну, давайте сразу к грибу перейдем, потому что, раз уж я сказал «А», надо говорить «Б». Дело в том, что когда отселили всю Чернобыльскую зону, а Чернобыльская зона, так называемая Чернобыльская зона, просто мы ее сейчас так называем, это были богатейшие районы Белоруссии и Украины, на самом деле. Там строились новые дома для колхозников, там колхозы процветали, там была одна из самых благодатных почв, с которой собирали совершенно невероятные урожаи, по сравнению там с тем же российским нечерноземьем. И вот когда их всех отселили и остались пустые дома, я даже вот так вот по впечатлению, деревня Давляды, заезжаем в деревню Давляды, только-только что отстроены новейшие домики для семей, то есть замечательно, просто хозяйство было идеальным когда-то. И вот въезжаешь на Центральную площадь, уже, конечно, никого там нет, всех отселили, всех вывезли, и самое страшное впечатление от Чернобыльской зоны на Центральной площади деревни Давляды, гора детских игрушек, потому что пластик, пластик с собой нельзя было забирать. И вот все пластиковые эти куклы, детские игрушки, пони какие-то, они свалены все в одну гору вот посредине этой деревни, и ощущение чего-то невероятного на самом деле, ощущение того, что ты попал в какой-то нереальный мир, и понимание того, что здесь уже никто из этих детей не будет больше жить, им даже игрушки надо было оставить именно вот на этой точке, потому что игрушки в себя набирают. Вот такая вот ситуация. Но далее, учитывая то, что и животные, и растения тоже в себя набирают, как это говорится, я уж не буду там, как говорится, заниматься подсчетом рентгенов и прочего, и прочего, но тем не менее, тем не менее, организация так называемых могильников, это тоже один из самых страшных моментов в истории Чернобыльской трагедии, потому что процентов 90 скота пришлось забить. 90% скота это кто? В основном это коровы, они как бы очень активно набирали, хотя вот интересно то, что свинья так не набирает, кстати говоря, радиацию, как корова, которая, ну все-таки корова питается травой, само собой понятно, что у нее и больше будет в результате, она будет более заражена. И вот эти вот гигантские могильники, которые, в принципе, все сделаны под бетон, то есть берутся большие ямы, заливаются бетоном, туда складываются коровьи туши, всех этих забитых коров, и выводится такая труба вентиляции. И вот представьте себе, совершенно огромное поле, которое вот забито просто вот этими вот бетонными могильниками, из каждого могильника торчит труба, ну а как там пахнет, я уже просто говорить не хочу, потому что, соответственно, все это дело, эта бетонная яма вентилируется, и все это переходит как бы в воздух автоматически, тут даже думать, в принципе, не о чем. Вот такие вот дела. И опять-таки самое интересное, что я видел эти могильники в тот момент, когда только-только начали справляться с аварией на Чернобыле, и видел их опять-таки через 10 лет. Так вот через 10 лет это было еще более жутким зрелищем, по той простой причине, что то ли что-то не домешали в бетон, то ли что-то не доделали. Естественно, все было в спешке сделано, и это все начало разрушаться. И вот что это сработало, как это сработало на экологию региона, это вообще, наверное, ужасные вещи. Я написал одну фразу тогда в телерепортаже, за которую меня там чуть не убили просто, наше руководство местное, за то, что на самом деле, когда после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки японцы вложили миллиарды иен для того, чтобы жизнь стала возможной в этих двух городах. Мы фактически вложили миллиарды рублей или долларов, или не знаю чего, можно перечислять в любую валюту, для того, чтобы жизнь в Чернобыле стала невозможной. И вот это, наверное, самая главная ошибка. Потому что жить там, в принципе, было можно, несмотря на все, что произошло.